Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! Второй рабочий день начинаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. На календаре 30 мая, вторник. И у меня, Ален, к тебе вопрос. С квасом или же кисломолочным продуктом ты предпочитаешь окрошку? Я удивлю, наверное, сейчас и тебя, и наших зрителей, но я ем окрошку на воде, Андрей. На воде? Да, на воде. Это очень странно для многих ульянцев. Такая тоже бывает, да? Да, бывает на воде, конечно же. А почему ты заговорил, собственно, об этом сейчас? А вот сегодня, 30 мая, отмечается день окрошки. Вот поэтому и заговорил. Традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень. К тому же, этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода. Хорошо освежающая в жаркий день, поэтому неудивительно, что накануне лета празднуют такой праздник. Рецепт окрошки своими корнями уходит в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу, ботвиню – суп из отваренных и протертых листовых овощей и зелени, ботвы на кислом квасе. Иногда туда добавляли красную рыбу. Именно ботвиню считают прародительницей окрошки. Ее рецепт упоминается в знаменитой книге «Домострой 16 века». В ранних вариантах в окрошку добавляли соленья, например, соленые огурцы, сливы или грибы. Ну а позднее – отварные овощи, картофель, морковь, репу и разные травы. Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную с говядиной или мясом птицы, также сборную с языком и ветчиной и рыбную окрошку на Урале. К примеру, свежие огурцы заменяли квашной капустой. Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, свекольный бульон. Ну а приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло. И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Ну порадуйте и вы себя в честь праздника тарелкой другой вкуснейшей окрошки. Тем более, что рецептов этого холодного супа сейчас существует огромное количество. Так же, как и огромное количество чудесных цветочных композиций существует у нашего партнера сети салонов «Нимфа-73». Этим утром для вас работаем мы, Алена Никитова и Андрей Сафронов. А вы начинаем. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион и начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и ОТР. И еще. У вас уже не болит голова. Алена, с чего начинается твое утро? Стакан воды, чай, кофе или же популярный смузи сегодня предпочитаешь? Андрей, скажу так, мое утро начинается не с этого. Здорово. Но если кофе, то с молоком, например, или с сахаром. Если стакан воды, то теплый или холодный. Ну, как-то так. Здорово. Ну, а я предпочитаю традиционную чашечку кофе с утра. Вот так вот, не спеша. Ну, ты понимаешь, да, плавно входя в день. Ага, Андрей, а почему ты вдруг завел этот потрясающий разговор? Ну, я тебя понял, Ален. Дело в том, что эндокринологи назвали три правила, как пить кофе с максимальной пользой для здоровья. Ага, вообще по поводу пользы кофе существует много мнений. Отношение врачей к этому напитку менялось по мере накопления знаний о его воздействии на организм. Да, например, долгое время считалось, что кофеин губительно воздействует на сердце. Но теперь кардиологи напиток реабилитировали и рекомендуют его пить даже пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, соблюдая меру, конечно. Однако важно употреблять кофе правильно. Вот три совета, которые дают специалисты. Итак, не пейте кофе во время еды. Кофеин и танин, содержащийся в кофе, связывают большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь это касается железа, кальция и магния. Оптимальное количество дней больше одной-двух чашек в день. Переизбыток кофеина – это уже повышенная нервозность, тревожность и плохой сон. К тому же избыточное употребление кофе уменьшает количество кальция в крови. Если вы пьете много кофе, у вас повышается риск гормональных нарушений и остеопороза. Лучше всего черный, а не с сахаром и молоком. Если вы любите кофе не чистый, а добавляете к нему сахар или сироп, или пьете в прикуску, например, с конфетой либо пирожным, то все это значительно увеличивает его калорийность. Значит, растет опасность инсулинорезистентности и, как следствие, развитие диабетов в будущем напоминают врачи. С кофе, как и, собственно, с любыми другими продуктами или препаратами, главное – умеренность и правильный прием. И тогда от него будет только польза. Как и от нашей рубрики «ЗОЖ», например, далее в эфире. В минувшие выходные свой юбилей отметил ульяновский стадион труд имени Льва Ивановича Яшина. Праздник совпал с заключительным домашним матчем в футбольной «Волге», в гости к которой приехала московская родина. Матч для желто-черных начался неудачно. Едва разыграв мяч с центра, гости организовали атаку, завершившуюся прицельным ударом Тимошенко. Рады приветствовать вас на нашей колене! Футболисты «Волги» решили еще до перерыва вырвать, как минимум, ничейный результат. Но единственное, что получилось, это вырвать клочок формы с футболки Амура Калмыкова, доигрывать тайм которому пришлось с номером, написанным на спине маркером. Были, конечно, опасные моменты от Ильи Кубышкина, но на перерыв команды расходились с минимальным преимуществом москвичей. Атак, первый тайм, я думаю, прошел в равной игре. Второй тайм уже проходил с небольшим нашим преимуществом. Ребята старались, хотели выправить ситуацию. Все для этого было. Но все-таки опять подводит нас реализация в который раз, из-за чего мы все страдаем. Потому что не забываешь голы, трудно на что-то рассчитывать. Во втором тайме, то ли из-за технических неполадок, то ли для того, чтобы не нервировать футболистов и зрителей, перестало работать главное табло стадиона труд. В начале второй 45-минутки волжане получили реальный шанс игру спасти. Активность вышедшего на поле Мамо Туре приводит к пенальти в ворота гостей. К точке подошел Билал Билалов, но переиграть голкипера не смог. В оставшееся время преимуществом владели хозяева. После удара Чингиза Магомадова мяч угодил в перекладину, а Лев пробил через себя, но изменить счет ульяновцы так и не смогли. Терпеливо сыграли, скажем так, терпеливо. Было непросто, потому что соперник, во-первых, заключительный домашний матч. Хотели болельщикам, наверное, благодарность выразить плюс. Все равно команда цепляется и бьется, это духовитая команда. Мы это понимали, к этому готовились. Но важно, еще раз говорю, мне важно говорить про свою команду. Ребята молодцы, мужики, и с победой. И с победой надо готовиться дальше, восстанавливать силы. Поражение с минимальным счетом поставило крест на математических, как любили говорить эксперты, шансах для ульяновской команды остаться в первой лиге. Впереди еще один матч, который желто-черные проведут в первые выходные лета в Красноярске против местного Енисея. Готовы на треть. В Ульяновской области план по ремонту дорог выполнен на 30%. Работы по нацпроекту безопасной качественной дороги идут на 23 объектах. Один участок протяженностью 3,5 километра в Чердоклинском районе уже отремонтировал. Сегодня продолжается ремонт участка Вишкайма Красный Бор протяженностью 6 километров в Вишкаймском районе. Там выполнено фрезерование, также ведутся работы по регенерации дорожной одежды. В Меликетском районе на автодороге Димитровград-Старая Сахча обновляет участок у села Бригадировка. Сейчас там уложен асфальт, проведена регенерация дорожной одежды, проводится устройство выравнивающего слоя покрытия. Всего в 2023 году в Ульяновской области по национальному проекту безопасной и качественной дороги отремонтируют более 122 километров на 49 участках. Обновят 10 мостов на региональных трассах. По итогам года доля автомобильных дорог областного и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 50% в городских агломерациях, 82%. Далее расскажем о главном. Федеральный Минстрой утвердил реестр лучших практик благоустройства за 2022 год. В него вошел 61 проект. Учитывалось качество исполнения, социально-экономический эффект, инновационность и востребованность среди жителей. Самой популярной оказалась номинация, где представлялись проекты об устройстве общественных пространств. А лидерами по числу проектов прошлого года стали Кабардино-Балкария, Красноярский край, Башкортостан, Нижегородская, Оренбургская, Ленинградская и Московская области. Меж тем к финалу приближается голосование за проекты преображения пространств. Отдать свой голос может каждый вплоть до 31 мая. Так сквер трехпоколений ожидает перемен по федеральной программе. Изначально здесь действительно был пустырь, здесь был бурьян величиной с мой рост. Жители микрорайона стали понимать, что здесь нужна площадка, здесь детям нужно где-то отдыхать. Для людей и благодаря людям. Сквер трехпоколений в микрорайоне Репина оправдывает свое название. За включение его в программу благоустройства голосовали и пожилые люди, и люди среднего возраста, и молодежь. Собирались, обсуждали, выбирали варианты. Из пустыря место превратилось в современную зону отдыха. Там стоит стадион, до этого там просто стояли ворота, то есть местные жители опять же косили траву, дети играли. И они были очень рады, когда у них появилось освещение, когда у них появилась достаточно хорошая игровая площадка. Ну честно, хочу сказать, раньше детям негде было даже прокатиться на велосипеде. А теперь не только детям, но и взрослым есть где покататься, активно отдохнуть. Даже сейчас в небольшой дождь сквер не пустует. Дорожки ровные, скамейки удобные. Я не удивлюсь, что даже с улицы Мостовая, там из Лаишевки люди могут приезжать и, соответственно, прокатиться здесь также на велосипеде, поиграть в футбол. Тут возможно, может быть, даже какие-то матчи провести, соседствующие там, тос Мостовая, Слобода и местные тосы. Сквер развивается за счет федеральных средств по программе формирования комфортной городской среды. В 2021 году люди сами выбрали его как объект благоустройства. В 2022-м увидели результат. Современные тротуары, энергосберегающее светодиодное освещение, скамейки, урны, спортплощадка с ретиновым покрытием. На следующий год по данной территории у нас предполагается устройство детского игрового комплекса. Сейчас вот два варианта преображения размещены на платформе 73.городсреда.ру и жители тоже активно голосуют. Надо сказать, что у нас сквер трех поколений, это одно из наиболее популярных объектов, за которые голосуют жители. На сайте можно выбрать дизайн будущего объекта благоустройства. Кстати, если вы по какой-то причине пока не успели проголосовать, еще есть возможность. До 31 мая на портале 73.городсреда.ру Это для людей, про людей и благодаря людям. И здесь у нас сами жители решают, как в следующем году преобразятся 16 объектов на территории региона. В городе Ульяновске у нас в отборе участвуют проекты благоустройства шести общественных пространств. Сквер Антонова, аллея авиастроителей, сквер Языковых, Менделеева, зона отдыха в мостовой Слободе и этот сквер трех поколений. Для последнего это продолжение благоустройства по программе. Предлагают два варианта. Установить детские игровые элементы, антивандальные тренажеры, дополнительные скамейки и урны. Или расширить зону для спортивных занятий за счет обустройства воркаут-площадки. Выбор за нами. В Госдуму внесен законопроект об обязательном трудовом воспитании. Этим документом авторами предлагается рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как создателя. Так уже в школе сформируется чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат. Сегодня в виде простых бытовых навыков, таких как умение навести порядок к чистоту в классе и в школе. Завтра этот же ученик уже будет ценить результаты своего труда в выбранной профессии и с уважением относиться к труду тех, кто рядом. Это невозможно сформировать через пассивные наблюдения, отмечают авторы проекта. Эксперты уверены, что принятие этого закона создаст основу для совершенствования школьной программы по труду. Урок труда должен так и называться – урок труда и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, быту, в семье и профессии. Законопроект разрешает привлекать школьников к труду с согласия ученика или его родителей. До сих пор в законе была запретительная мера – запрещается привлекать без согласия. Первые репетиции спектакля по пьесе «Островского. Лес». Начальный этап работы – разбор материала за столом. Выбирал пьесу художественный руководитель театра Илья Кустенкин особенно тщательно. Тому есть несколько причин. Имя Александра Николаевича Островского для нашего театра имеет большое значение не только потому, что наш театр носит имя Александра Николаевича, не только потому, что в этом году празднуется 200-летний юбилей, но и потому, что наш театр открывался пьесой «Поздняя любовь», открывался как профессиональный коллектив в 1943 году, когда здесь в эвакуации был Житомирский театр. И поэтому, конечно, в этом году мы готовимся к празднованию юбилея, к празднованию большой этой даты 200-летия Александра Николаевича. Мы готовимся серьезно, и в данный момент Евгений Юрьевич Ланцов занимается постановкой спектакля «Лес», который будет презентован в конце декабря в рамках празднования не только 200-летия Александра Николаевича, но и в рамках празднования 80-летия нашего театра. Ставит спектакль приезжий режиссер Евгений Ланцов. Творческие вкусы художественного руководителя театра и режиссера-постановщика абсолютно совпали. Это лучшая пьеса о театре вообще в мире. Я считаю, что о театре много пьес пишется, у разных-разных драматургов, в том числе и зарубежных, не наших. У Островского достаточно много пьес про театр, без вини, виноватые таланты, поклонники. Но мне кажется, что эта пьеса лучшая из всех пьес про театр, потому что она открывает суть, существо театра. Что это такое? Островский – один из ярких исследователей русской души. Он точно знал и понимал, как русский человек думает, мысли чувствует. А лес – это, пожалуй, самое совершенное и в то же время самое сложное его произведение. В пьесе несколько сюжетных линий, которые тесно переплетаются между собой. Какую из них вывести на первый план, как расставить акценты, зависит от постановщика. Это про встречу театра и жизни. Это как лицо встречается с зеркалом. Театр – отражение жизни, зеркало. Театр же искусственное что-то. Мы на сцене что-то представляем. Мы должны быть такими настоящими, чтобы зритель задыхался от счастья, плакал, рыдал, смеялся, удивлялся. Но на самом деле на сцене происходит искусственная жизнь. То есть то зеркало, которое отражает настоящую жизнь. Так вот, в пьесе этой два артиста приходят к тем персонажам, которых они изображают на сцене, играют на сцене. Вот они встречаются, и между ними происходят определенные конфликты. Потому что они, они же не на сцене, рампа их не разделяет, они среди персонажей. И поэтому, конечно же, происходят какие-то комические, трагические, драматические ситуации при этой встрече. Действие происходит во владениях богатой помещицы Гурмышской, роль которой исполняет Анна Татаринова. В своей актерской карьере с драматургией Островского она уже встречалась. Но главные роли в его пьесах еще не играла. Женщина, так и все мы женщины, мечтающие любить, быть любимой, ищет женского счастья. Она разная, и хитрая, и добрая, и наборная, и коварная. Ну, все намешано в ней. Насколько совпадет прочтение пьесы Островского режиссером и труппой нашего театра с ощущениями Димитровградского зрителя, узнаем в следующем юбилейном театральном сезоне. Елена Светлова, Тараш Куренко, Александр Кондратьев. Главные новости любимого города. Картина дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Лобовое столкновение пассажирского автобуса и легковушки произошло вблизи поселка Мирный 27 мая около трех часов дня. По словам сотрудников ГИБДД, причиной трагедии мог стать выезд Ниссана на встречную полосу. Водитель иномарки на скорости предпринял попытку обгона и не смог справиться с управлением. Водитель, управляя автомашиной Ниссан Кашкай, двигаясь со стороны города Димитровград в сторону города Ульяновска, не справился с управлением, совершил выезд на сторону дороги, предназначенного для встречного движения и допустил столкновение с рейсом автобусом ПАЗ. После лобового столкновения легковой автомобиль отбросило в сторону, автобус съехал в кювет и чуть не перевернулся. На место происшествия незамедлительно выехали три бригады скорой помощи из Чердоклинской районной больницы. В результате аварии множество пассажиров получило ссадины и ушибы. Серьезно пострадало восемь человек. До приезда медиков первую помощь им оказывали попутчики. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую клиническую больницу. Все восемь человек оказывали медицинскую помощь. Четверо в воздействительном состоянии отказались от госпитализации. Были отпущены домой. Четыре человека госпитализировали. Один больной находится у нас в отделении травматологии с закрытым переломом обеих бедренных костей справа. И трое больных находятся в отделении нейрохирургии. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает. Их состояние стабилизировано и не вызывает опасений. Новый учебный год за партами школы-интерната номер 26 встретили почти 300 учеников. За 60 лет без ремонта помещения практически пришли в полную негодность. Исправить ситуацию удалось благодаря нацпроекту. Изменения коснулись буквально всего. Отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, обновили интерьеры учебных аудиторий, спортивные и актовые залы. Самое проблемное это пищеблок, где не было никакого практически оборудования. Сейчас у нас современные плиты, современные варочные шкафы. Все это соответствует санитарным требованиям. Старались сделать так, чтобы школа была уютной, так как у нас школа-интернат, и дети еще здесь и живут, находятся на круглосуточном обеспечении. Изменился и сам процесс обучения. Во всех классах появилась новая мебель и учебные пособия. А на смену доскам обычным пришли интерактивные. На них можно и видео посмотреть, и презентацию провести. Учителя шутят, теперь за мелом бегать не нужно, а руки учеников так и тянутся к знаниям. Сладкий отвечает на вопрос, какой. Это означает признак предмета. Это востребованность в визуальной информации очень большая у детей. И вот именно эта доска, она позволяет нам более наглядно, по-новому воспринимать учебный материал. И здесь очень много функций. Мы можем перемещать записи по доске, мы можем выделять ключевой материал, мы можем посмотреть любой видеоролик, мы можем посмотреть презентацию. Преображение школы заметили и родители учеников, совет которых принимал в разработке проекта непосредственное участие. Цвет новых аудиторий и рекреаций выбирали совместно с подрядчиком. Результатом остались довольны. Вырос и комфорт, и безопасность. Школа преобразилась, все приобрело яркий цвет. В школе появилось новое оборудование, которое способствует лучшему обучению детей, лучшему усвоению информации. То есть детям стало более интересно учиться. Школа стала красивая. Красивая. Работа по обновлению школы на этом не заканчивается. С уходом детей на летние каникулы ремонт начнется в специализированных кабинетах. Ремонтируем 4 кабинета специализированных. Это кабинет учителя-логопеда, химии, биологии, технологии и физики. Также у нас будет кабинет дополнительного образования, робототехника. Модернизация стала возможна благодаря региональной программе «Успех каждого ребенка». Все необходимое оборудование уже закуплено, дизайн-проект разработан. И уже в следующем году обновленные профильные классы откроют свои двери для ищущих знаний детей. Я к тебе молила, волю отдала. Ты с милой скрутилась, славя колобрат. И в ряда прикрела прямо у наших врат. Это песня семейное творчество Четы Мамедовых, отклик на происходящее у юго-западных рубежей нашей страны. Подобных произведений сегодня появляется немало. Искусство поймало нерв эпохи. Звучит и проверенная временем классика, своего рода объединяющая поколение силам. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Уже проводим второе такое мероприятие. Первый раз здесь же, в Дворце губернаторском. Было 19 февраля. Сейчас с новым составом артистов, с новой программой. Пытаемся собрать побольше неравнодушных людей, чтобы объединиться и собрать побольше помощи. Помочь по зову сердца и посильно. Никаких верхних и нижних границ нет. Кто-то перечисляет средства, кто-то приносит вещи, технику. То, что будет полезно бойцам в зоне СВО. В начале июня волонтеры сформируют посылку и отправят ее нашим землякам. В первом мы помогали, собирали посылку солдату. В этот раз мы уже материально собираем на квадрокоптер, на какие-то технические моменты. Но суть в чем, я хочу сказать, что сейчас волонтерское движение, оно в Ульяновске очень развито. И в Ульяновске, и в области. Наше село с самого начала, с начала СВО занимается гуманитарным сбором для наших ребят. Я сейчас живу обычной жизнью. Тружусь. Воспитываю детей, внуков. А наши ребята нас защищают. Они дают возможность нам это делать. Благодаря акции в зону СВО отправятся два автомобиля для выполнения боевых задач. Этот концерт точно не последний. Возможность поучаствовать еще представится. Есть и те, кто в подобных мероприятиях не новичок. Семья Сапожниковых в полном составе болеет сердцем за тех, кто сегодня на передовой. С начала операции специальной военной мы стараемся оказывать поддержку. Дети у нас ходили вместе сети. Мы делали узковые свечи. Собираем помощь. В первой же вместе с Лизой 102-го лицея в ежемесячном режиме мы делаем открытки. Для всех военнослужащих. У нас в экипаже все принято было все вместе делать. Отсюда и пошло все. То есть одна команда, одна семья. В команде все пятеро детей Сапожниковых. И каждый уже определил свое будущее. Патриотизм у нас в крови, в принципе. У нас четыре сына и одна дочка. Дочь мечтает быть военным врачом-десантником. Старший сын хотел тоже посвятить жизнь военнослужащим служить. Второй сын мечтает быть тоже десантником. А ты хочешь стать военным врачом? Да. Почему? Ну, потому что это интересно. И будешь военным помогать. Поддержать может каждый. Зов сердца прозвучит еще не раз. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. На территории 101-го лицея более сотни выпускников, четырех других школ выстроились на линейку. Впереди сдача экзамена по русскому языку. И, несмотря на годы подготовки, волнение есть у большинства 11-ти классников. Есть небольшое волнение, потому что ощущается, что это какой-то экзамен, который уже что-то решает. Никакого, где это просто приводной. И немного переживаю. Не подходите близко друг к другу, пожалуйста, чтобы на металл искательства лишних звуков не вставали. Процесс допуска к экзамену как дополнительный фактор стресса. Все строго. Осмотр перед входом в аудитории усеянные камерами классы и четко регламентированный список предметов, которые можно взять с собой. А именно черную ручку, небольшой перекус и воду. Причем последние два нужно оставить перед входом в кабинет. Мы видим все свои аудитории. Плюс дополнительный контроль на сайте СмотриЕГЭ, в котором в том числе отслеживаются все внешние наблюдатели, которые смотрят за пунктом их. Может быть, неимоверное количество, очень много. И любые замечания они также там фиксируют. Правило успеха простое. Его знает каждый школьник. И те, кто им пользуется, справляются с заданиями на отлично. Уверен в своих силах Дмитрий Егошин, который помимо русского планирует в совершенстве изучить иностранные языки и выбрать стезю переводчика. Главное просто уделять время. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Экзамен начался и 5000 школьников по всей области принялись выполнять задания по русскому языку. Впереди еще испытания по математике и другим профильным предметам. И уже потом новый этап в жизни. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ По данным сайта Гесметио, 30 мая в Ульяновске пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 13, плюс 17 градусов, днем плюс 21, плюс 25. В городе температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов со знаком плюс, днем плюс 21, плюс 24. Ветер преимущественно северный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Вы смотрите «Утро с репортером». Продолжаем. В студии для вас работаем мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. Продолжим «Утро» интересным результатом очередного социологического исследования. Так, 8 из 10 россиян против рабочей шестидневки. Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди россиян. Также ее поддерживает только 3% работодателей и 10% граждан. Напомню, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма внесла в Минтруд предложение ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией. За шестидневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику. Тогда как за то, чтобы оставить все как есть, 56%. При таком напряженном графике у людей просто пропадает интерес работать. И показатели, наоборот, понизятся, комментируют менеджеры по персоналу. В числе аргументов против несоответствия предлагаемой меры трудовому законодательству и своевременным научным данным о физиологии труда. Чтобы добиться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда. Только 10% опрошенных одобряют введение шестидневки. В комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности. Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения, а противников среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет. Мужчины одобряют введение шестидневки. Чаще женщин-респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативы чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше. С 1 по 14 мая в Кемерово Ледовый дворец Кузбасс принимал бойцов со всей страны. На первенство России по всем дисциплинам кикбоксинга среди спортсменов от 7 до 18 лет приехало более тысячи кикбоксеров. Боролись за победу в дисциплинах. Лайт-контакт, поинт-файтинг, сольные композиции, фулл-контакт, лоу-кик и К1. Сборная из Ульяновской области более 70 человек показала отличные результаты. У нас хорошо выступили девчонки. И вот я бы хотела сказать про Лизу Федору. Она единственная, кто на этих соревнованиях выполнила норматив мастера спорта России. Всегда перед боем ко мне подходит тренер, настраивает меня на бой. Я подготавливаюсь за счет этого. Плюс я думаю, какие-то свои может комбинации, как работать, какую стратегию выбрать в атаке, в контратаке. Сразу ощущается профессиональный подход. Не кидается в размен ударами без разведки. А разведка начинается еще до боя. Посмотреть, как фехтует соперница с другими спортсменками. Выявить сильные, слабые стороны. И уже в ринге переиграть. Конечно, заслуженно. Техника Лизы оказалась сильнее техники спортсменок из других регионов. Лиза Федорова 7 лет не покидает спортзал. Куда однажды привели родители. Спорт никак не мешает учебе. Хорошо учусь. Почти на отличницу. Желаю, мечтаю выйти на красный аттестат. А помимо учебы и тренировок, вообще люблю рисовать. Наверное, по магазинам ходить люблю. Но так же, как и все девочки, особо ничем не отличаюсь. Кроме того, что с легкостью пробьет левой правой, левой маваши в голову. Путь до звания мастера спорта России занял 10 лет. Я шла к этому. Я усердно готовилась, чтобы выполнить мастера спорта. Я думаю, что получила его заслуженно. Конечно, как всегда, есть над чем работать. Буду стремиться, буду работать дальше. Но я на Европе еще не была. Мечтаю как-нибудь туда попасть. До полной победы не хватило чуть-чуть. Буквально на последних 10 секундах соперница выбила пару решающих очков. Но ничего, впереди еще будут полные победы. Раздел фулл контакт отличается от поинт-файтинга или лайт-контакта, во-первых, техникой. Во главе не ее красота и скорость движений, а их эффективность. Удары наносятся в полную силу. Боец в красном Ульяновец Григорий Колесов. Без суеты, подбирая момент, накидывает кроссы через руку соперника. Как итог, к концу соревнований красная боевая перчатка стала золотой. Без тренировок я бы этого вряд ли достиг. Все это долгие тренировки, все это упорство, все это постоянная работа. Также правильный настрой перед боем. То есть уходить и настраиваться на победу. Ну, вообще старался со всеми противниками работать плотнее, потому что в моем весе все противники были выше меня и держали дистанцию. Постарался работать с ними плотнее. Опыт, хороший спарринг-партнер, грамотный тренер, личное упорство. Финал и в Кемерово рефере поднял руку ульяновского спортсмена. Кстати, сборная Ульяновской области в ринговых дисциплинах оказалась самой результативной. В нашем клубе было 17 человек, получается 12 человек в призах. 4 первых места, 4 вторых и 4 третьих места. А вот про первые места кто занял, каких дисциплинов? Ну, у нас в основном вся команда выступала в разделе фулл контакт. И 4 первых места это юноши, получается 2 девушки и 2 мальчика. Я думаю, что в этот раз готовились более усердно, потому что все уже с ребятами с опытом. И как бы все хотят уже не просто выступления участниками быть, хотят многие в призах быть на соревнованиях. Поэтому уже к этим соревнованиям подходили так, чтобы ехать и побеждать. Первое место уверенно забрал Матвей Заключнов. Познакомил спортсменов из других регионов со своей коронной вертушкой в печень. Самый сложный был первый бой. А в третьем бою я встретился с КМС, с которым он попался в прошлом году на России в финале. Ну, ты как-то готовился по особенности к этим соревнованиям? Да. Мы с командой съездили на сборы в Чайковский. Они прошли хорошо. Там были популярные ребята. Как раз второй бой Матвей выиграл внезапно Муширов в печень соперника. А в финале и вовсе забил соперника. Выиграл отказом секунданта. Теперь Матвей уже двукратный чемпион России. Сратница по спорту Камила в соревнованиях подобного уровня участвует не первый раз, но раньше не везло. Призовых мест не добивалось. Это идеальный пример твердости духа и воли. Прошлые проигрыши не сломили, наоборот, стимулировали тренироваться упорнее. К этому сезону Камила готовилась тщательно. Тренировки два раза в день, каждый день. Пахала в зале, ездила на сборы. Провела четыре боя, вышла в финал чемпионата России. Очень много тренировалась и утром, и вечером. И в итоге потом на России заняла второе место. Я очень много вбила к подушке правой рукой, прямой. И вот его наработала. Первый бой я выиграла 3-0. Второй отказом секунданта. А вот третий проиграла немного. И летом отдыхать Камила не планирует тренировки. Тренировки, еще раз тренировки. На этих соревнованиях не было простых соперников. Все опытные, все уверенные в своих силах. И с огромным стремлением победить. Участвовало 65 регионов со всей России. Я ездил как представителем команды от Ульяновской области. В команде было 50 человек. То есть от Ульяновской области. В общем, как я и говорил, у нас первое общекомандное место. 8 золотых медалей в разделе «Фуллаконтакт». Получается 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это от Ульяновской области уже. И за счет этих результатов мы показали первое общекомандное место. И уже на следующий год у нас будет квота по участникам на следующей России. Плюс один человек. Когда-нибудь мы увидим их в чемпионатах мирового уровня. Спортсменам удачи в будущих соревнованиях. Упорство, вера в себя и товарищей. Это утро с репортером. Мы продолжаем. Ален, к тебе вопрос. Впереди лето. Совсем уже скоро. Вот-вот уже. Скажи, пожалуйста, гардероб планируешь ли менять или уже готово? Очень бы хотелось, конечно, его поменять. Но это порой трудновато. Это сложно? Очень сложно. За трендами очень тяжело уследить. И поэтому, я думаю, эксперты нашей рубрики «Стиль» помогут вам в этом разобраться. Смотрим, поучимся. Доброе утро. С вами рубрика «Стиль» и я ее ведущая, стилист и миджмейкер Марина Пшеничного. Сегодня ко мне пришла Светлана с очень интересным запросом. Светлана, что бы ты хотела сделать, как тебя преобразить? Марина, я всегда ношу в обычной жизни джинсы, футболку, джемпер какой-нибудь, кроссовки. «Подскажи мне, пожалуйста, как мне можно выглядеть красиво, женственно, стильно?» Вот я бы хотела примерить на себя платье, но какое платье я себе не приобрету, все выгляжу как-то, ну, неженственно как-то, не так, как мне бы хотелось. Хорошо, я поняла запрос Светланы. Это проблема многих женщин, когда размер там больше 46-го, мы одеваем платье, и ощущение, что мы, может быть, бабы-начайники или какой-то нестильный образ получается. И вот я как раз для Светы сегодня подобрала образ, и на нем покажу, как можно скорректировать фигуру, как подчеркнуть достоинства и выглядеть при этом настоящей леди. Светлана у нас уже преобразилась. Посмотрите, что у нас получилось. Я подобрала для нее платье. Платье двух цветов – бежевый и черный. А платье-рубашка очень хорошо подходит для сложных фигур. Во-первых, это вот эта вертикаль с пуговицами, которая у нас вытягивает силуэт. В данном случае еще и завышенная талия, которая помогает нам область талии преобразовать. Дальше плессировка, которая делает игривый такой образ, и двухцветные половинки, которые также стройнят и вытягивают наш силуэт. Посмотрите, как получилось здорово и симпатично. Геометрия цвета поддержана также и в обуви. Посмотрите на темный нос у этих туфелек. Когда у нас туфли с черным носом, это сразу дает ощущение, что это какой-то европейский, ухоженный, изысканный такой стиль. Получилась настоящая леди. Дальше, следующий прием. Это расстегнутый ворот сверху платья. Создается V-образный вырез, при котором удлиняется шея. Также этот прием очень удобно использовать большинству женщин, и в том числе не только в платьях, во всей верхней одежде. Посмотрите на эту маленькую черную сумочку. Сумка очень удобна тем, что можно ее повесить на плечо, либо ремень можно удлинить и повесить через плечо, если вам нужно освободить руки. Такая сумка незаменима в гардеробе каждой женщины. Во-первых, ее можно носить и в повседневной жизни. Во-вторых, если у вас предстоит выход в театр, в ресторан, в кафе, вы можете взять эту сумочку, и она будет в вечернем образе тоже хорошо смотреться. Поэтому я очень рекомендую приобрести такую сумку в гардеробе каждой женщине. Также Светлане я подобрала аксессуары, очки и украшения, чтобы дополнить образ. И вот у нас получился очень изысканный, красивый, стильный образ в платье. То, о чем как раз просила меня Светлана. Дорогие женщины, девушки, мамы, бабушки, сестры, пожалуйста, носите платье, будьте красивыми. Вы всегда сможете подобрать себе именно ту модель платья, которая подойдет именно вам и будет украшать вас. С вами была рубрика «Стиль», и я ее ведущая, стилист и миджмейкер Марина Пшеничнова. До скорых встреч! Доброе утро! Мы продолжаем. Лето близится. 30 мая на календаре. Отдых. Время такое. Организовать его всегда сложно, тем более, если это касается детей. В гостях у нас сегодня этим утром Бекшаева Мария Александровна, начальник отдела организации отдыха и оздоровления детей. Мария Александровна, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! С наступающим летом! Да. Отдых – дело хорошее, вот мы уже об этом сказали. Что насчет детского отдыха? Насколько он готов в нашем регионе? Насколько дети к нему готовы? Прокомментируйте, пожалуйста. Первый вопрос такой. Лето – действительно самая любимая пора у детей. И, наконец-то, детки дожидались этого своего любимого периода. Лето – это маленькая жизнь. И очень важно, чтобы эта жизнь прошла ярко, интересно, безопасно. Для этого в регионе у нас все делается, все уже сделано, потому что уже вот-вот-вот лето откроет свои двери. Готовность стопроцентная, можно уже на сегодняшний день говорить. 1 июня – старт, летняя оздоровительная кампания. Все лагеря откроют свои двери и примут детей. Но, Мария Александровна, готовность стопроцентов – это что конкретно? Давайте расшифруем этот тезис. Готовность – это, в первую очередь, готовность базы, базы самих лагерей. Ну, то есть инфраструктура. Да, инфраструктура, да, конечно, это в первую очередь. Потом все вопросы безопасности. Устранение всех каких-либо замечаний. Приведение в полный порядок, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются сегодня к организационному отдыху детей и их оздоровлению. Это разработка программ-смен, чтобы детям было содержательно, интересно, познавательно, развивающе. Потому что, когда мы говорим «детский лагерь сегодня», мы имеем в виду просто не солнце, воздух и вода, пришел, побыл, и все. Нет, «детский лагерь сегодня» – это воспитывающее, содержательно-развивающее пространство. Каждый ребенок, да, как бы, получается. Ну, ведь для этого нужны профессионалы. Здесь мы… Ну, а здесь мы прежде всего о ком говорим? О вожатых, о воспитателях? Ну, на самом деле, да, обеспечивает отдых и оздоровление детей. У нас в регионе вот в этом году более 8 тысяч организаторов детского отдыха будет задействовано, которые будут работать с детьми. Это квалифицированные педагогические работники, воспитатели, вожатые, конечно, без которых ни одна смена не проходит, которые прошли обучение, закончили школу вожатых, имеют соответствующий сертификат и готовы работать с детьми. Это медицинские работники, которые также находятся с детьми в смену. Это пищеблок, работники пищеблока, конечно же. Это люди, которые обеспечивают безопасность пребывания детей в лагере. Вот можно здесь поконкретнее, да, все-таки безопасность это такое первоочередное, да, прежде всего, и бывали случаи, мы об этом знаем. Вот каким образом обеспечивается безопасность сейчас? Безопасность детей. Я как бы сразу хочу, может быть, даже обратиться к родителям, да, детей, которые планируют отправить детей в лагерь, что очень важно понимать и знать, и удостовериться, что лагерь, который выбран, находится в официальном реестре организации отдыха детей и их оздоровление. Это уже гарантия безопасности вашего ребенка в период пробивания смен. Такой реестр есть в каждом регионе. В нашем регионе он также есть. Он постоянно поддерживается в актуальном состоянии. Он содержит все сведения о всех лагерях, которые официально планируют свою деятельность в текущем году. Все эти лагеря проверяются контрольно-надзорными органами. Это, в первую очередь, управление Роспотребнадзора Пульяновской области. Чтобы открыться, лагерю необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение, что соответствует всем санитарным нормам. Это МЧС Пульяновской области. Должны быть обеспечены правила противопожарного режима. Есть определенные требования. Это требования антитеррористической безопасности, потому что сотрудники Росгвардии ежегодно у нас участвуют в приемке лагерей всех типов, как загородных, так и школьных. Вот приемки все уже буквально завершены, приемки. Росгвардии участвуют. Какие-то замечания, если были, они устранялись по ходу проверок, либо давались рекомендации, и уже они перед началом были устранены. То есть достаточно много требований предъявляется в настоящее время к организациям отдыха детей и оздоровления. Эта сфера детского отдыха регламентирована на федеральном уровне и на региональном уровне. В нашем регионе действует областная межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, куда входят исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, общественные организации, полномочные права ребенка входят, также контроленадзорные органы все входят. Заседание комиссии проводится ежегодно в преддверии открытия летней кампании. И уже обсуждается самый-самый насущный вопрос, который необходимо решить, чтобы уже все, ребенок заехал в полностью подготовленный лагерь. Когда первые смены открываются? В основном первые смены у нас открываются 1 июня. Такой массовый старт летней кампании. Мы так и называем. Старт летней кампании. Громкое название. День защиты детей. Да, что символично. Но у нас есть лагеря, которые, например, начали чуть пораньше. Вот 28 мая у нас загородный лагерь «Хоббит» уже открылся и принял детей. Есть лагеря, которые чуть попозже открываются. Так как у нас смены разные, есть смена 21 день продолжительностью, такая традиционная смена, скажем так. Есть смена продолжительностью 14 дней. Это сейчас тоже пользуется спросом у родителей, особенно там, кто первый раз детей отправляет, им хочется направить на небольшой период. Есть смена 10 дней продолжительностью. То есть такой большой выбор для родителей. И разные направленности наверняка лагеря. Конечно, да, конечно. Какие вот у нас есть территории региона, давайте мы озвучим. Хотя ни для кого не секрет, я думаю, все прекрасно знают, понимают. Но тем не менее. Вот для молодых, может быть, родителей, которые вот только-только начинают отправлять детей на отдых. Такого толка. Которые еще не определились. Да, да, ну да. Ну, у нас лагеря идут в ногу со временем. Они даже немножко предугадывают, наверное, ситуацию всю. Предлагают очень интересные варианты, рекламируют всячески свои программы, смены. Разработка программ смен начинается еще зимой. То есть уже тогда появляются идеи, начинается подбор какого-то материально-технического оборудования, подбор кадров, начинается идет разработка программы смены. Это вот отдел под вашим руководством. Наш отдел координирует эту работу всю. Да, да. У нас же, ну, понимаете, у нас 26 загородных лагерей, я бы не сказала, да, и более 500 лагерей с дневным пребыванием. Это школьные лагеря и лагеря труда и отдыха, они все с дневным пребыванием. И в каждом этом лагере разрабатывается своя программа на смену. Данные программы прошли экспертизу, защиту. Программ загородных лагерей непосредственно в нашем отделе проходили экспертизу. Школьное управление образованием, муниципальных образований. Даны какие-то рекомендации. То есть, ну, вот по защите программ в этом году у нас интересные программы. Запланированы разных профильных направленностей. Сейчас это тоже пользуется спросом. Да, у нас, например, есть военно-патриотический лагерь юнормейцев, где смена имеет направленную военную такую подготовку, скажем так, детей. Есть спортивные смены правил. Там, как правило, дети занимаются там спортом, какие-то свои навыки по спорту оттачивают. Языковые смены остаются тоже популярными. Языковые лагеря у нас там, СМАРТ, сам популярный лагерь. Наверное, тоже многие знают. Смена туристко-краеведческой направленности. Сейчас эта тема интересна. Родина, краеведение, патриотизм. Вот эта тема актуальна, интересна. А есть смены для, скажем так, одаренных или детей, которые увлекаются науками. Вот я бы сказала, все дети одарены. Технического полка, да? Да, которые особенно увлекаются либо программой технической направленности, робототехникой, математикой, компьютерными технологиями. Да, у нас есть загородный кампус. Центр одаренных детей находится в Чердаклийском районе, Алые Паруса. И вот там детки как раз по профильным, скажем таки, у них углубленные такие смены. Сновательные. Мария Александровна, а что остается для детей, которые по тем или иным причинам не могут выехать вот так вот за город, например? Что для них можно предложить? Да, много таких детей. Это, как правило, дети младшего школьного возраста, которых родители еще не готовы отпустить далеко от дома, от себя. Для детей организуются смены на базах школ, центров детского творчества. Проводятся смены. Также там предлагаются различные программы. В рамках этих программ ведется дополнительное образование детей. То есть кружки, скажем так. Какой-то направленности. Да, обязательно. Да, естественно, научно-технической. То есть все ресурсы, которые школа имеет, и также с привлечением тематических партнеров, также все это в смене для детей проводится. И с удовольствием ребятки ходят в эти школьные лагеря. Вот в этом году мы планируем, что больше 35 тысяч детей посетят школьные лагеря. Это много. Да, это много. Цифра такая существенная. А вот поправьте, пожалуйста, двор, отдых. Вот когда вообще на пятачке отдых организуется? То есть даже не в школе, не говорю о том, что не в загородном. Не в рамках лагеря. Не в рамках лагеря, да. Вот так, при доме, так скажем. Да, есть как бы у нас ребята, дети, которые не в школьный лагерь не записываются, не в загородном, по каким-то либо объективным причинам, и они остаются дома. Ну, понятно, что целый день тоже дома в квартире не просидишь, если нет бабушек и дедушек в деревне. И вот уже за 20-го года у нас в регионе реализуется проект, который называется «Лето в дворе». Он появился в ковидный год как необходимость, как некая альтернатива. Мера, да. Лагерям, которые не смогли открыться по рекомендациям контроля назорных органов по эпидоситуации. И поэтому вот такую как бы занятость здесь организовали. То есть занятость ребенка во дворе по месту жительства. И это продолжает действовать, да, с 20-го года? Да. И, в общем, так оказалось, что это пользуется спросом. И эту программу не стали закрывать этот проект, скажем так. И в этом году, вот уже на данный момент, мы провели тоже такой мониторинг, уже в муниципальных образованиях запланировано больше 100 площадок, таких дворовых лагерей мы называемых. Они там работают почти 4 часа. Да, да, дворовые лагеря. Да, по определенным адресам. Эти адреса можно уточнить у ТОСов. У них есть. А вот где будут с детьми работать педагоги квалифицированные. Это педагоги центров детского творчества, спортивных, школ, учреждений культуры. То есть по определенному графику они выходят, проводят с детьми различные игровые мероприятия. Ну, то есть практически это вот, да, то же самое, что в лагере, просто вот здесь... Ну, без питания, да, вот они вышли, да, да, обеды заняты, там три часа организовали, дети сходили домой, покушали, отдохнули. И уже, как скажем, ну, после полдника, скажем так, в вечернее время опять же какая-то программа игровая. И здесь тоже существует смена определенная, да? Ну да, да, как бы можно сказать смена. Допустим, в городе Ульяновске уже конкретно определены 40 таких площадок, 40 адресов. Да, это как бы у них называется в июне они будут работать, 40. В июле другие 40, скажем так, смен площадок. А здесь каким образом идет оформление ребенка вот в такого рода? Здесь оформляться не нужно. Здесь не требуется никаких заявлений, никаких медицинских документов, как, допустим, для лагеря. Да, да. Здесь только желание родителей и ребенка участвовать в этих мероприятиях. Вот с вами работает команда, вы координируете. Вот что сейчас? Вот уже практически, да, наверное, все на сдачу же находится, да? Уже, вот как вы сказали, уже стартует сезон вот-вот уже, да? Сегодня 30 мая. Что еще осталось сделать, чтобы вот можно сказать, все хорошо, мы стартуем, все готовы, все готово. Ну, у нас как бы есть еще несколько лагерей, которые завершают сегодня приемку. Приемка — это обязательная процедура, чтобы лагерь открылся. Муниципальная межведомственная комиссия, в которую входят представители всех необходимых ведомств муниципального образования, они выезжают коллегиально в этот лагерь, смотрят его от и до, каждый по своему направлению, и подписывают акт. Если как бы лагерь принят, все, значит все. А если не принят? Бывают, да, конечно, замечания, которые можно сразу устранить, они устраняются даже в ходе этой поездки. Замечания, которые, допустим, вот прямо сейчас они не угрожают жизнью, здоровью ребенка. Ну, допустим, там нужен плакат повесить по информационной безопасности. Не хватает этого плаката, он срочно, но он же не угрожает. Поэтому лагерь как бы в акте это прописывается, это потом будет устранено, но лагерь открывается, он уже за это... Ну да. Выкрывает, да, там все по ситуации. Ну, таких грубых нарушений уже на сегодняшний день как бы нет, потому что мы ведем ежедневную работу, ежедневный мониторинг. По каждому лагерю нам вообще просто ясна ситуация. Буквально по каждому лагерю. Вообще ситуация как-то вот год от года меняется? Какая-то тенденция прослеживается? Да, меняется ситуация. Меняется в то, что лагеря становятся каждый год популярнее. Да? Да, в этом году мы наблюдаем некий ажиотаж спроса родителей на лагерь. Как вы вот здесь, ваше мнение. Не только в нашей Ульянской области. Мы же общаемся с коллегами из других регионов. Так. И в других регионах тоже такая ситуация. Мы так уже думаем, скоро, наверное, станет время, когда нам будут строить новые лагеря. Уже не хватит места. А почему бы? Ну, пока как бы хватает все места. Потому что, наверное, было время, когда лагеря одно время закрывались. Помните, это такие года были. Ну да. И как-то прям... Было у нас гораздо больше лагерей на территории Ульянской области, даже там во времена моего детства. Потом как-то они начали закрываться в кризисные годы, закрываться, и, видимо, популярность их им. Как эта репутация немного подпортилась, да. И родители, может быть, как-то опасались, как-то осторожно относились. А вот сейчас, так как, я говорю, сфера детского отдыха, уже несколько лет, наверное, лет уже 5 находится она вообще, скажем так, в ведомстве Министерства просвещения Российской Федерации, на федеральном уровне. Это главный орган, кто занимается этим. Как бы все очень четко, каждое направление прорегламентировано. Подготовлено очень много нормативных актов, где как бы все четко прописано, как должен работать лагерь, что вообще является лагерем. Вот это есть лагерь, а это есть не лагерь. Какие требования должен соблюдать лагерь. А потом на региональном уровне существует очень много мер поддержки, развития этой сферы. Ведь было время, когда не финансировалась эта сфера. Так как как бы развивается и поддерживается эта сфера сейчас, ну, на самом деле, на федеральном, на региональном уровне, лагеря развиваются. Как бы они даже увеличивают количество мест, да, там за счет новых ведений новых мест, быстровозводимых конструкций, наверное, да, слышали слово быстровозводимые конструкции, да, что у нас вот тоже наши лагеря поучаствовали в этой программе. И у нас в прошлом году у нас Артекова увеличила количество мест. То есть они построили шесть быстровозводимых домиков современного типа, очень интересные. Мария Александровна, спасибо огромное вам за эту встречу. Спасибо вам за то дело, которое вы делаете. И пусть отдых и детей, и взрослых, конечно же, в том числе будет безопасным, спокойным и радостным. Счастливого нам всем сезона. Спасибо огромное за встречу. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня была Биркшаева Мария Александровна, начальник отдела организации отдыха и оздоровления детей. Это утро с репортером. Мы продолжаем. С начала 2023 года на выполнение социальных обязательств перед ульяновцами бюджет выделил почти 4 миллиарда рублей. Поддержку получили 390 тысяч жителей региона. Только за апрель более 236 тысяч жителей Ульяновской области получили соцвыплаты. Среди них более 101 миллиона рублей ветераны труда федерального и регионального значения. Почти 66 миллионов рублей компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. 46 с лишним миллионов – поддержка педагогов из сельской местности. Более 4,5 миллионов рублей на адресную помощь жителям в трудной жизненной ситуации и выплаты народным дружинникам. Выделены средства на поддержку семьи, материнства и детства. Поступили средства на жилищные сертификаты жителям Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. На единовременную выплату на обзаведение имуществом и приобретение жилого помещения за счет госсертификата выделено почти 6 миллионов рублей из федерального бюджета. Работает единый социальный телефон – 8 800 350 46 46. В Ульяновской области в 2023-24 учебном году на базе 50 образовательных организаций в рамках национального проекта образования появится 4 369 новых мест дополнительного образования. Ребята смогут изучать актуальные направления. В приоритете – финансовая грамотность, растения и водство, фольклор, актерское мастерство, медиа и экология, туризм и краеведение, агротехнологии и безопасность. Разберемся. Хватит лжи, нарушений, недоговоренностей. Еженедельное ток-шоу о нас и нашем мире. Обсуждение волнующих общества тем с экспертами и лидерами мнений. Честные слова, полярные точки зрения, поиск истины. Каждый четверг на Репортер 73 и ОТР. И еще. Да, это место для дискуссий. Каждую среду отбрасываем информационный шум и собираемся с мыслями. Знаковые события в регионе – программа «Красный угол». Разъяснит обзором позиций, доказательно развеет фейки и мифы. Каждую среду на Репортер 73 и ОТР. И еще. О сложном говорят просто. Заметная встреча в проекте «Работа». Это еженедельное знакомство с незаурядным героем, в чьей жизненной копилке истории поиска профессии, любви, понимания, судьбы. Каждую пятницу на Репортер 73 и на ОТР. И еще. Брать пример и быть примером. Круто! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова